Здравствуйте, дорогие телезрители! В минувшее воскресенье свой профессиональный праздник отмечали работники сферы здравоохранения, наши врачи и медсестры, все те люди, от которых во многом зависит наше физическое и психическое здоровье и всего общества в целом. В Библии, в книге «Премудрости» Иисуса Сына Сирахова, которая написана в форме наставлений Отца к Сыну, есть такие слова. «В одни болезни твоей не пренебрегай врачом, ибо и его создал Господь». А значит, труд врача и медсестры является благословенным Богом. И потому на вас, дорогие наши медработники, лежит большая ответственность перед Богом и перед обществом. Нередко большее значение для лечения больного имеет не столько поставленный правильно диагноз, сколько те методы и условия, тот психологический фон, в которых проходит лечебный процесс. А это уже вопрос к человеческой совести каждого из вас. Ведь вы должны помнить о том, что связаны не только клятвой Гиппократа, который не был христианином, но еще и тем обстоятельством, что вы живете в стране, идеалом для жителей которых на протяжении столетий была святость. И потому нашу Русь называли святой. Многие князья, представители знатных фамилий, подстарость, овдовев, строили на свои личные средства больницы и богодельни, и в них уже в монашеском звании трудились, служили своим ближним, помогая больным и обездоленным. И потому лечение тела немыслимо без лечения души. Вы должны напоминать своим пациентам, дорогие наши врачи и медсестры, что причиной телесных недугов человека являются его недуги духовные. И потому все мы должны по-христиански относиться к скорбям и к болезням и переносить их со смирением, с упованием на милость Божию. В любом случае скорби и болезни – это повод задуматься о своем духовном состоянии, взглянуть вглубь своей души и исправить свою жизнь, выйти из этих жизненных испытаний обновленными, чистыми душой, приобретя духовный опыт. И вот как раз поэтому в дореволюционное время при каждой больнице был храм, где люди исцелялись и также душой. Милостью Божией такой храм и есть и в нашем богоспасаемом граде Лобинске на территории центральной районной больницы. И в нем каждое воскресенье и каждый праздник в 7 часов утра совершается богослужение. Вашим небесным покровителем является святой великомученик и целитель Пантелеимон, а также и святой апостол и евангелист Лука, который по преданию был врачом. Святые эти, весьма почитаемые нашим православным народом, и потому несите свой крест, выполняйте свое призвание с надеждой на их милость и старайтесь быть достойными их молитвенного покрова и заступничества. Помните о том, что даже и физическое здоровье человека не должно являться самоцелью для него, ведь наша земная жизнь как раз и ценно ровно настолько, насколько помогает каждому из нас, осуществляя идеалы святости, приблизиться к Богу и уподобиться Ему. И тогда ваше служение будет совершаться во благо нашей Отчизны, нашего народа и во славу Божию. С праздником вас, дорогие наши врачи и медсестры, помогай вам Господь!